Война в Украине И пытаемся легитимировать порог садомии в мусульманском обществе Причем удивительно то, что эти обвинения раздаются из усторонника власти Высокопоставленные представители которой этого греха не чураются По подвалам не прячутся Имеют репутацию добропорядочных граждан И даже поклятвенным заверением самого российского президента Награждаются им самим лично И не испытывают проблем в служебном росте Никаких преследований в помине нет У нас люди нетрадиционной ориентации Спокойно живут, работают, продвигаются по службе Получают государственные награды за свои достижения В науке, искусстве, либо в каких-то других областях Ордена им вручают, я вручаю лично И вот те, которые даже саму мысль о неподчинении кремлевским садомитам считают богохульной Подчиняются им сами и пытаются подчинить ей других Гордятся ласковым предкосновением их ладошек своим едва тронутой щетиной щечком Получают от них ордена, обвиняют нас в том, что мы якобы формируем терпимое отношение к этому греху И, как было уже сказано, пытаемся узаконить этот грех среди мусульман И они же постоянно в комментариях задают вопросы Почему вы не говорите про ЛГБТ в Европе? Как будто парады ЛГБТ в чужом доме нас должны больше беспокоить, чем публичные дома в собственном Между тем, единогласное мнение улемов Ахлюсунна Уальджамаа относительно садомитов известно А разногласия касаются только незначительных, малозаметных деталей И никто из тех, кто называет себя мусульманином, не должен подвергать сомнению это решение Готовы ли те, кто обвиняет нас в толерантном отношении к садомии, в скрытом ей потворстве Открыто заявить о том, что по отношению к членам российского правительства, народным депутатам, министрам Ко всем тем, кого коллеги за спиной называют Маринами и Танечками Должен быть применен данный шариатский хукм Почему же в адрес собственного правительства они проявляют столь подозрительную беспечность? Почему гей-парад, прошедший несколько лет назад за 3-9 земель в Украине Их беспокоит больше, чем геи, которые восседают на их головах Раз уж они ненавидят этот грех, раз уж им везде мерещатся геи Раз уж для всех, кто не хочет подчиниться духовным скрепам русского мира Они припасли набор ярлыков от латентных садомитов до экстремистов и хариджитов То почему бы им не потребовать хотя бы отставки тех самых министров, о которых говорил Путин? Ведь они так ненавидят геев, что прям ждут не дождутся Что Киев будет стерт с лица земли только потому, что там был проведен, кстати, очень жиденький гей-парад Который, кстати, вызвал шквал негодования, особенно той части украинского общества Которую российская власть именует радикалами И которая сегодня стоит в авангарде сопротивления российской агрессии Говорить об этом можно долго, но наш сегодняшний разговор пойдет о Дагестане Для того, чтобы цирк с конями, устроенный нашими разоблачителями, был виден всем Мы решили поговорить о моральном состоянии нашего общества Находящегося под политическим и, соответственно, духовным и ментальным окормлением русского мира И под контрольных ему духовных управлений Чтобы картина происходящего предстала перед нашими зрителями в полной мере Предлагаю оглянуться назад в 90-е и вспомнить нашу совсем недавнюю историю В конце 90-х годов Дагестан стал ареной непримиримой вражды Между носителями идеи исламского возрождения с одной стороны и российской властью с другой На стороне белых, красных, голубых совершенно предсказуемо выступило духовное управление Тогда-то на улицах дагестанских городов и появились так называемые ваххабиты Которые привлекали внимание длинными бородами, пламенными проповедями и пуританским поведением В отличие от традиционных мусульман, ночные клубы и прочие злачные места Уже тогда расплодившиеся в дагестанской столице они не посещали Свадьбы, сопровождаемые активными алкогольными возлияниями, не посещали и не проводили сами Новые годы и 8 марта не отмечали Население, возбужденное распространяемыми слухами, косилось на них как на носителей инопланетной цивилизации Ожидая, что вот-вот из карманов новоявленных пришельцев начнут вываливаться зеленые купюры, полученные от заокеанских спонсоров Или сами они с кинжалами и криками «Вы все, каферы!» начнут набрасываться на местных жителей Но к всеобщему удивлению ничего подобного не происходило Не находили подтверждения и активно и не без помощи республиканского духовенства Распространяемые слухи о том, что эти самые ваххабиты за доллары отпускают бороды Женятся на собственных матерях, устраивают групповые оргии, распространяют наркотики Не отмечают положенные дни траура и своих покойников хоронят как собак В это же время в центральной части Дагестана два села Карамахи и Чабанмахи Объявили об упразднении российского законодательства и введении шариатской формы правления Положилось и вокруг сел Карамахи и Чабанмахи, которые объявляют себя отдельной исламской территорией Этот демарш стал одним из наиболее ярких событий исламского возрождения В селах были практически искоренены преступность, пьянство, воровство и другие стигмы российского правового поля Вместе с которыми было ликвидировано и влияние официального духовенства Последствиями введения шариатского правления стало то, что государство, используя все свои ресурсы, пыталось задавить очаг неповиновения Полиция и так называемые народные дружины, товарищи прокуроры и духовенства, встав в один ряд, в один голос, осудили нетрадиционные для советского и постсоветского Дагестана настроения Боясь потерять паству, на невежестве которой оно достаточно успешно паразитировало Духовенство стало убеждать дагестанское общество в том, что судить по шариату, не верить в паранормальные истории тарикатских шейхов, не признавать их непогрешимость, отказывать им в праве на сотоварищество Так называемые ваххабиты могли только по указанию английской разведки, агентами которой они по заверениям муфтията и являлись Практически в каждом выпуске газеты «Ас-Салам» прямо или завуалированно поднимался вопрос о необходимости силового искоренения оппозиционных власти и духовенству настроений и подчинению их духовным наставникам Представители духовенства проводили митинги, читали лекции в райотделах полиции, в вузах, выступали на телевидении Активность духовенства в это время свидетельствовала о том, что вопрос существования неподконтрольной муфтияту общины являлся предметом его крайней обеспокоенности Сегодня нет причин для беспокойства, духовная оппозиция временно побеждена и к вящей радости муфтията выдавлена за пределы России Не осталось ни ваххабитов, ни английских шпионов, ни агентов прочих западных спецслужб Уже давно выведены на чистую воду все заблуждения и бантаймии И никто не оспаривает способности тарикатских шейхов перемещаться в пространстве, по душам и на короткой ноге беседовать с калом и знать будущее Маджлисы, организованные духовным управлением, проходят на фоне баннеров с изображением имама Шамиля и российских знамен Авторитет муфтията признан на всей территории Дагестана По наставлению муфтията, дагестанцы в одном ряду с набранными по мордовским лагерям расчленителями, гетоубийцами, насильниками Несут свет духовности и благочестия в прозябающие во мраке духовной распущенности и вольнодумства украинские города и села И казалось бы, вот она идиллия, вот она столь долгожданная победа душеспасительного тариката Духовное управление наконец получило ту власть, к которой она стремилась Казалось бы, сейчас должен произойти тот самый долгожданный духовный рост, помехой которому были заблуждения и бантаймии и религиозных фанатиков Казалось бы, сейчас народ должен повалить в мечети, владельцы виноводочных магазинов, наркодельцы, эскортницы и крышующие их менты должны принести публичное покаяние и встать на путь духовного очищения и вступить в тарикат Но ничего подобного не происходит, а происходит совершенно обратное Цена религии в глазах людей падает, по религии не судят, шариат выброшен И как еще почти два века назад писал имам Гази Мухаммад, превращен в невесть что Как следствие растет количество наркозависимых, проституция становится привычной и ненаказуемой нормой В том самом бывшем исламистском анклаве, селе Карамахи силой российской армии, поставленном под власть райодела полиции и духовное окормление муфтията Под крышей местной полиции, символизируя победу духовных скреп над исламизмом, счастливо и беззаботно проживает пара садомитов, подавая новаторский пример сельской молодежи Никто в их дома не врывается, никто их не клеймит, на учет их никто не ставит Слова под крышей местной милиции не просто игра слов, как сообщают источники СМЕСТ Человеку, который открыто заявил о том, что этой проблемы нет иного решения, кроме шариатского Пришли сотрудники полиции и потребовали, чтобы он держал язык за зубами Причем один из новаторов является сыном человека, который в памятном 99 году фанатично ратовал за свержение шариатского правления и восстановление российской юрисдикции Ничего удивительного в этом нет, ратовавший за власть кремлевских геев папаша в качестве бонуса получил сынка гея Этот пример не столько исключительный, сколько показательный Если какой-то народ отказывается от ислама в пользу иных законов и религий, то Иблис непременно снимет жатву честью его сыновей и целомудрием его дочерей Что, увы, мы видим на примере Дагестана И мы также видим, что реакция духовенства, как организации, которая взяла на себя ответственность за духовное воспитание общества На масштабы и темпы распространения проституции, наркомании и даже гомосексуализма Явно не соответствует масштабу опасности Когда была проблема в лице неподконтрольной муфтияту общины А беспокойность муфтията была заметна по изобилию газетных публикаций, по гневным выступлениям, по призывам к власти навести порядок Сейчас же, когда народ уничтожается наркотиками и развратом, мы не замечаем и сотой доли той активности Воинственность и непримиримость сменились застенчивостью и безразличием Никто не кричит, где было МВД, где было ФСБ Мы видим, что проститутки и наркодельцы, а теперь уже и гомосексуалисты чувствуют себя в безопасности О которой мусульмане могли только мечтать Никто не требует с государства искоренить разврат, найти и призвать к немедленному ответу наркодельцов и сутенеров Так называемые мюриды не нападают на притоны, как раньше они нападали на исламские центры и мечети Махачкала не такой большой город, чтобы в нем невозможно было скрыться Невозможно представить, что адреса, где скрывается эта нечисть, не были бы известны Да тем более уже давно никто не скрывается, все открыто и почти легально А ведь во времена здравствующего исламизма такого не было Это зло было подавлено, унижено страхом, оно боялось поднять голову Потому что боялось быть уничтоженным Потому что эта зараза лечится только палками и железом, а не разбрасыванием бисера Посмотрел я ролики духовного управления и кроме громких заявлений ничего не обнаружил Взрослые мужчины только разводят руками и констатируют наличие проблемы, тщательно обходя причины их появления Никто не говорит о том, что у этих проблем есть конкретные виновники и конкретные интересанты Никто не говорит о том, что наркотиками, прелюбодеяниями, гомосексуализмом народ развращают, чтобы он никогда в будущей истории не вернулся к религии Аллаха Не обнажил мечи, защищая эту религию Защищая эту религию, защищая собственную честь и честь своих женщин Никто не говорит о том, что наш народ развращают, чтобы превратить его в рабов В стадо без веры, без чести, без достоинства Нам рассказывают про подвиги сподвижников посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствуют Про подвиги Салахуддина Айюби, это правильно Который в детстве, еще когда с маленькими, с моими товарищами, с детьми игрался Отец, когда его подозвал и поругал, сказал О Салахуддин, я поженился на твоей матери и породил тебя не для того, чтобы ты с детьми игрался А для того, чтобы ты был освободителем Иерусалима Ты стал помощью для этой уммы Эти слова запали в сердце Салахуддина Но, допустим, появились среди нашей молодежи люди, подобные Халиду Ибн Валиду и Салахуддину Айюби Допустим, появились И где же они должны проявить свой героизм? В Украине, воюя за русский мир? Или в Сирии, воюя за грязную насыритскую секту? За ее власть и право пытать даже женщин и детей? Где они, по-вашему, должны проявить эти качества? Если первые вы, задыхаясь от страха, осуждали мусульманина, когда он сделал замечание полуголой туристке? Да, одета непристойно, у кассы стоит в магазине девушка Заходит с телефоном и начинает на нее кричать, ароматом ругать ее Весь грязь, который есть, можно услышать, он на нее бросает все И выгоняет с магазина О, дорогой брат, для чего ты это делаешь? Кому ты это показываешь? Это твое воспитание? Если они не имеют права открыто остановить совершаемый грех Не нарушив закон и не вызвав вашего порицания То зачем им быть похожими на Халида или Салахудина Аюби? Если бы Салахудина или Халида беспокоило бы то, что о них думают крестоносцы Они бы никогда не стали теми, кем знает их ума Если они должны проявлять смирение, безропотно созерцая, как тот же самый враг, который штурмовал Аач, Аргвани, Гемры, Ахульго, Салта, вел на виселицы защитников Судахара и Сагратля, сегодня развращает их детей проституцией, гомосексуализмом, наркотиками, то для чего все это? Если они должны молчать, видя, как уходит вера, как разрушаются семьи, как смешиваются с грязью целомудрия женщин и достоинства мужчин, как 15-летние мальчики заражаются спидом, то зачем, по-вашему, им быть похожими на героев этой умы? Если вместо того, чтобы исправить порицаемое, они должны написать заявление в прокуратуру, то для чего им быть похожими на Салахудина? Говоря о том, что наша молодежь должна быть похожа на Салахудина, они кликают беды на свои головы Потому что если произойдет чудо, и в нашем народе снова появятся люди, подобные Салахудину, Султанмуту, Хаджидавуду, Сурхайхану, Газимухаммаду, Хамзадбеку, Шамилю, то этим будет уготована участь Нуцалхана и его матери Пахубике, которые так же, как и они, были обласканы имперским начальством, которые получали от него чины, инкрустированное оружие, меха, жалования, а потом их упитанные выи ощутили на себе безжалостное прикосновение, карающей стали Они не выступают против этого зла, потому что они понимают, что проект развращения Дагестана, как и в общем всего Кавказа, это проект, крышуемый государством, институтом которого они являются Они не выступают против этого зла, потому что в основе их убеждений лежит пораженчество, конформизм, услужливость, даже в таких вопиющих ситуациях Они готовы согласиться с тем, что метастазы этого зла будут и дальше распространяться на нашей земле, растлевая души, калеча здоровье, разрушая семьи Лишь бы их сытый покой не был потревожен, лишь бы не обременить свои души борьбой и сопротивлением Возможно, вам покажутся мои слова слишком эмоциональными, но в их же собственных интересах понять то, что как только грехом окажется поражена большая часть общества А другая часть общества станет его молчаливым свидетелем, то вертолеты, которые прилетали за Амировым и другими, прилетят за ними А знаете почему? Да потому что Кремль мирится с их существованием до тех пор, пока есть угроза в лице настоящего ислама Ислама как радикально оппонирующей доктрины Когда большая часть общества окажется инфицирована грехом и молчаливым с ним соглашательством, тогда надобности в них не будет Тогда их не спасет нехорошая репутация, неоткрыто декларируемая преданность начальству Тогда их постигнет участь тех улемов, устами которых советская власть сначала проклинала Нажмудина Гацинского и Узунхаджи, а потом сгноила их в архангельских и мордовских лагерях Послушайте, что писал русский историк Ростислав Фадеев, трудами которого восхищались воевавшие на Кавказе отставные военные, включая Ермолова Его мнение интересно тем, что оно отражает неизменный принцип, подразумевающий безальтернативное подчинение мусульманских окраин имперскому диктату Правительство долго поддерживало на Кавказе местную аристократию для противодействия мюридизму, который был одинаково враждебен и ей, и нам Но там, где мюридизм не опасен, местная аристократия становится положительным препятствием для правительственных целей Мюридизм ввел против нас войну наступательную, аристократия ведет войну оборонительную, ограждая народ от русского влияния целой системой отношений, замкнутых и недоступных нам, отделяющих массу как бы стеной от русского закона и обычая Окружные начальники, как Абдурахманов и Шепшиев, сами кабардинцы, уверяют, по моему понятию, совершенно справедливо, что нет ничего легче, как обрусить абадзехов и шапцугов, лишенных общественной организации Но что нет ничего труднее, как обрусить Кабарду, где эта организация стоит во всей силе При отсутствии установленных сословных отношений и взаимной связи, закубанец теперь при всей необходимости прибегает во всяком случае к русскому начальству, отворяя нашему влиянию двери настиж к самым потаенным уголкам своей общественной жизни В настоящее время из всего Кавказа только в закубанском крае может быть установлено чисто русское управление, без всяких шариатов, а через непродолжительное время и без всяких адатов Так поймите же те, кто сохранил крупицы разума, им нужен Кавказ не только без шариата, но даже без тех адатов, которые отличали своенравного и непокорного горца от крепостного и забитого русского мужика От крепостного дурня Герасима, утопившего свою любимую собаку Муму только потому, что она лаем мешала спать его хозяйке Данная парадигма мышления имперских чиновников сохранилась и по сей день Если кто-то готов быть опущенным на уровень Герасима, то пусть продолжает делать то, что он делает Если же кто-то хочет подняться на уровень имамов и их мюридов, то им не нужно напоминать о том, что они должны делать И напоследок хотел сказать вот что, мне прислали адреса разных заведений, которые пока что по непроверенной информации являются местами совершения греха, о котором идет речь Судя по наблюдениям человека, который живет неподалеку от одного из этих мест, бизнес у его владельца идет хорошо Менты обходят стороной, автобусы как мечетям никто не подгоняет и в райотдел никого не отводят Идиллия мирного сосуществования чиновников и проституток налицо, был бы жив Солженицы, назвал бы их социально близкими Но меня поразило даже не это, а то, что одно из этих скверных мест находится на проспекте имама Шамиля, прям неподалеку от памятника имаму Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к тем, кто там у руля Вы или заведение закройте, или проспект переименуйте А если уж решите оставить заведение, то в истории Дагестана, особенно в новейшей, есть немало героев, отличившихся преданных крестоносцев И других орденоносцев, причем как погибших, так и ныне здравствующих Имена которых можно было бы увековечить, переименовав не только этот проспект, но и само заведение Вне всякого сомнения, что многим из них было бы приятно увидеть плоды своей деятельности Тем более на проспекте, названном в их честь Продолжение следует...